Дима Не самая короткая из Евангелии Не самая короткая из Евангелии Так не послание Евангелия от Марка Не послание Евангелии от Луки Самая короткая из Евангелии Не послание Евангелии Не Матфей или Матитьяу То, что имеет Евангелие от него Особенный еврейский привкус Или не может приехать в Суран Пеник? И какой остался у нас? Йоанн Иван Гелия от Йоанн Поднимите руку, пожалуйста И, ребята, я очень-очень вас прошу почитать это Потому что это Евангелие Которые фактически чуть ли не просто как бы переписаны из одного в Евангелии в другой Совпадат И мудрецы говорят Говорят так, что, скорее всего, был некий текст Первоначальный оригинальный текст Кирюх 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 И когда эти три писателя, Матфея, Марк и Лука, писали свои Евангелия, они использовали вот этот вот первоисточник. Но каждый дал свою интерпретацию, дал свой акцент. Потому что каждый из них, он писал, он имел в виду определенную аудиторию, которую он обращал в свою Евангелию. И говорят, что синаптические Евангелия, они были написаны считанные годы после вознесения Ишуа на Евангелие. Пять, пятнадцать лет, что это такое? Но Евангелие к Йохананам. Они считают, что она написана гораздо-гораздо позже. Примерно через шестьдесят лет, где-то в девяностых годах первого столетия. И все еще спорят о том, кто написал эту Евангелию. Одни говорят, это, конечно, Йоханан. Но надо тогда иметь в виду, что здесь можно разуметь двух Йоханан. И был один, который называл себя возлюбленным тенеком, Ишуа. И был еще один старец Йоханан. Так его называли. И он был пастором общины в Ефисе. И тот и другой похоронены в Ефисе. И Йоханан, любимый ученик Ишуа, и пастор, тот, который старец Йоханан. Они оба похоронены в Ефисе. И вот этот второй, который старец Йоханан, он был учеником апостола Йоханана. И когда мы читаем послание от Йоханана, и там написаны имена, я Йоханан, старец Ишуа. Так что мы абсолютно точно не можем сказать, кто именно из них написал. Но это Евангелие отличается очень сильно от всех трех предыдущих Евангелий. Если об этих трех Евангелиях можно сказать, что это был материал для разума и для души, то Евангелие от Йоханана можно сказать как раз в обратном порядке, что это первую очередь для души было написано, и потом уже для разума. Теперь, в Ефисе и там, в Ефисе, вы можете видеть слово «мистика». И в иудаизме, и также в христианстве можете столкнуться с понятием «мистика». И все согласны с тем, что автор Евангелия от Йоханана, он имел мистическую склонность видеть мистическое то, что происходило с Ишой, его словами. И я считаю, что это очень хорошо, что среди четырех Евангелий есть одно такое, о котором мы говорим. Потому что среди всех верующих большая часть верующих все-таки устроено таким образом, что в первую очередь логическое начало ими руководителями. Но есть и такие, для которых мистическое начало, оно очень важно. И я считаю, что это очень важно именно в связке со всеми другими Евангелиями. Вот это особенное Евангелие от Йоханана, и я советую вам очень прочитать его, если вы не читали, а если вы читали, прочитайте еще раз и еще раз. Потому что, действительно, его стоит читать с молитвой, потому что оно, то, что уже сказал, мистическое Евангелие, можно сказать. Поэтому молитва здесь очень важна. Ахшам, поддаваю. Ведь наше, габа сурота кудмота юнихтеву мамаш, шан юм сурота хорейши, еще оладыше маме. Еще одна вещь. Я уже сказал, что вот эти три Евангелия Матвея, Марка, Бука, они были считанные годы после Вознесения Иешуа написаны. И они больше опираются на какие-то факты, описание фактов и слов. Но когда мы имеем дело с Евангелем от Йохананом, уже написано на серьезном отдалении от этих событий. То есть, с одной стороны, об этом говорят люди, которые могли быть реальными свидетелями или, по крайней мере, ученики этих свидетелей. Но с другой стороны, вот этот духовный опыт, который они прожили за все это время, все эти мысли, размышления, молитвы, которые складывались из поколений, они уже принесли свой плод. Это так же, как с нами иногда случается. Что-то случилось. И наш мозг, наш разум включается быстро и он начинает анализировать ситуацию. Что случилось, что следует из этого, что нужно сделать и так далее. Но когда мы смотрим на ту же самую ситуацию, уже издалека, когда прошло 10, 20, 30 лет, и мы все еще помним какие-то вещи. Но мы уже воспринимаем то, что случилось тогда уже через наш опыт, пережитый за это время и за то действие, которое возымела вся эта ситуация и воплотилась на данный момент. Теперь вопрос. Если вы понимаете, что сейчас вы понимаете? До сих пор вы поняли, что вы понимаете? Нет. Иоханн, это реально думает. И теперь мы идем в пасок, после пасок. Нет, 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 куда спешить. Поэтому мы будем читать, проходить стиль за стихом. И мы будем читать то, что мы читаем, но если вы имеете какие-то другие ассоциации, какие-то понимания, это тоже замечательно. Я начинаю и курию 30 лет, и я прошу, и вы также можете читать эту стиху. Я знаю, пожалуйста, открыть свои тенахи. Очень важно. Вы знаете, что в Каилоте, когда у них была такая работа, они писали, какие-то писали, какие-то писали, или в текстах есть, или нет, или нет. Вы знаете, в разных общинах можно встретить такую культуру, когда не просто слушаются выступления, но записываются какие-то вещи. Некоторые делают пометки на полях, некоторые имеют какие-то свои тетрадки в тетрадях пишут. И айфон, это такая штука, которую можно не только записать, но еще и послать кому-то другому. Но всегда есть несколькоramов. Здесь штука. за themselves есть на браоке екатерации. Yecl Uminessii accord, и сقدция своеобразие пред может быть в Хатюшке, и это следствие предназначено, disciлин, Хрицкий былdeterm mater, Field был основан пред Spoilerам. Он был дан Разума перед師 ill. Давайте курицу принесутятся, что на вас идет в produits? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. И в этот текст в Китвей Ходиш есть ассоциация с тем, когда вы читаете этот текст, особенно на иврите, с каким текстом у вас сразу же связываются какие-то ассоциации, возникают по прочтению текста? Береши, создание мира. Первая и вторая стихи из первая глава и вторая глава. Берешит пара Иллюхим от шамина и от Эрц. И вот, Берешит здесь вставляет такую вещь. Там написано Берешит, написано «изказал Бог». Но как Йоханан сам дагеш о мила «вотварь Адонай»? «Мо что он сказал, что он был Иллюхим». И Йоханан как бы смотрит на это же самое, чуть с другого угла. Он говорит об этом процессе, когда Бог говорит, «О Слове Бога, которое вышло из уст его». И он говорит «И Слово было Богом». Если вы потом, впоследствии, откроете третью главу из книги «Берешит», «вотварь Адонай». И по Руси, один, кто имеет великую иру это товар, а во евро, там мамашка, они наши коты. И, к сожалению, это совершенно пропадает почти на русском языке. Но если вы почитаете на ивлите, то там есть одна интересная вещь. Мы помним этот рассказ о том, как змей искушал Хаву и Адама. Помните? И они съели от этого плода. И там написано, что в день Духа они ожидали встречи с Богом. «И в русском языке» прохлада дня. На русском языке прохлада дня, но на иврите «И в день Духа». Можно буквально перевести «День Духа». но можно привести даже день духа я думаю что скорее всего более для меня ближе а вот это понимание что здесь речь идет о полном нет духа шаббате прохладе кругов было прохладно и это был день шаббат то есть предназначены до встречи со всеми шикату шишки а вот я супом швили нотер и делай свои дела свои размышляя своих делах работа и дело все что нужно но седьмой день мне шаббат и в этом рассказе написано что адам и хава они спрятались написано они услышали голос бога взывающих дел и это выглядит так что бог и вроде по раю и пытается найти где-то где-то не вижу не вижу не вижу а а акций на тьюказел а елокин зезон мео и это слишком а примитивно понимать вот так и вот это ситуация и потому что творец мира это И в Таилим, я говорю, что ты шума, ты шума, ты в любом месте. В Салмах, Давид говорит, я вознесусь на небеса ты там, я спущусь при споднюю и там ты, везде ты. В Ибрите там немного написано, в 3-е. В Ибрите там написано так, что они слышали голос Всевышнего ходящий по Раю. То есть сам голос, слова Бога они ходили по Раю. И на мой взгляд, то, что пишет Йоханан в своем Евангелии, он говорит именно об этом, о голосе непредходящем. То есть вот этот вот Бог, вот этот голос, это есть Бог, это тот, кто хотел по Раю. Теперь, есть ли эти слова Йоханана доказательством Божественности Иешуа? Я не думаю, что это прямое доказательство. Есть гораздо более сильные слова о Божественности Иешуа в Евангелии. Но здесь мы получаем как на уровне фактов для нашего размышления. Но я без сомнений чувствую, что эти слова говорят в моей душе. Я хочу вам сказать такую вещь, что это пример того, что Писание далеко не всегда обязаны говорить к нашему разуму. Они всегда, в любом случае, говорят в том числе и в нашей душе. Это очень, это что-то великое. Потому что Бог хочет прикоснуться в нашей душе. Потому что наш разум, он может действовать вне зависимости. Мы можем работать где-то в хайдеке или на каком-то производстве. И это не связано напрямую никак с Библией. Но наша душа в это же самое время может быть соединена с небесами. Подумайте об этом. Подумайте еще раз над этими самыми словами. В начале было слово, и слово было у Бога. И слово было у Бога, но было в начале у Бога все, что через него начало быть. И без него ничего не начало быть. Они хошевшие все хворами и рами от хозака. Я думаю, что это очень сильное высказывание. Они уверены, что они посудят арбам. Я перехожу в четвертую мысль. Бою Хаим, да Хаим Аюк, а Орлебней Адам. В нем была жизнь, и жизнь, и был свет человеку. Я думаю, как мы можем использовать эти слова? Каким образом мы можем стрелковать эти слова? Яуханан говорит, и он говорит о Иешуа, где был Хаим. Яуханан говорит о Иешуа, и он говорит, в нем была жизнь. В Хаим был Орлебней Адам. И эта жизнь была светом для сынов человеческих. Яуханан говорит о Иешуа, и он 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 говорит о Рохе. Мне не хотелось просто на воздух проповедовать, но хотелось бы услышать вашу реакцию, что вы думаете на этом себе. Что вы слышите из этих слов? В нем была жизнь, и жизнь была свет человеку. Что вы чувствуете из этих слов? Окей. Что Бог был в нем, и через него он светил. Вот, вот. Давайте запустим мозг. На тот момент, когда Иисус был на земле, просто люди увидели, что это особенное действие через него, какая-то особенная вещь. Иовы, а Богдан говорил, что это, как бы в Увда классе, а Ицхак говорил, что это так. Он сказал, что это так, что это так. И мы говорим, что это так. Что это так? Слыхай? Дайте я не вижу. Близость? И Богдан говорит, приводит классическое понимание, а Ицхак говорит, что когда ученики и вообще весь народ видели, Ишуа, они видели некий свет и из него исходящие. Окей. Ирина говорит по счет крови. Ирина говорит о близости, которые испытывали, ощущали люди. То, что в нем была жизнь, то есть суть настоящая жизни, не испорченная мигопадением, а истинная жизнь, реальность, она есть в нем. И она в нем была дявольна на нас, чтобы мы понимали, что есть иная реальность. Стандарт. Ирина говорит, что мы видим четыре варианта, как мы можем посмотреть на эти. Лахса. У нас тоже, hogyha. То есть, во втором детстве стал свет. И свет и жизнь. Во втором детстве, то есть. Я есть жизнь, но это же есть тоже свет. Я… 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 Я имею. И Я есть жизнь, и я… которая есть свет. Он источник жизни, он источает из себя жизнь. Если он связан с творением, потому что написано, что Бог вдохнул в человека дух жизни, так что можно и так это столкнуть. Или тот, кто приближается к нему, он получает жизнь и свет. Но каждый, кто читает эти стихи, должен принимать какие-то свои решения и свои понимания. Пятый стих. Хаор меир вехоших, вехоших лё хисиго. И свет во тьме свете, и тьма не объяла его. Как это понимать? Они хотят, чтобы каждый из нас читая эти слова, пытался понять, что именно ко мне это говорит. В пророческом языке Свет всегда был связан с Торой. Мы уже читали из Псалма, «Твоя Тора – это свет Мои наем». И так что, когда мы имеем в виду Иешуа, который давал толкование, самое совершенное толкование Торы, и в этих его словах был свет. И ничто не могло сломить этого или повредить этого. Он сам своим присутствием ходил и источал свет, и никакой враг он не мог противиться. Или мы можем привыкнуть до стиху, о котором сказал Фёдор, «Тот истинный свет, о котором Бог сказал, да будет свет». И еврейские толкователи и христианские толкователи согласны с тем, что здесь речь идет о свете Мессии. Но можно прийти к заключению, что во всем мире происходит война. Не между Богом и тьмой, но между тьмой и праведностью. И Бог дает праведности свет Иешуа, свет Мессии. И если мы на стороне народа Божьего, Иешуа как бы источает во внутренность нашу его свет. И мы можем из этого понять и можем быть уверены в том, что даже если тут и там мы не всегда справляемся с тьмой, который атакует нас, но в конце концов Бог дает нам победу. Я хочу искать еще три стихи, шесть, шесть, шесть и шесть. Иешуа, седьмой и восьмой стихи. Иешуа, я шалуа, Ахмед, Илогим, и женой Йоханан, Был человек посланный от Бога, имя ему Йоханан. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. И вот здесь автор Евангелия от Йоханана перестает говорить о Иешуа. Он говорит о родственнике его, о Йоханане, погружавшем воде. И здесь Йоханане не вдается в подробности о Йоханане, погружавшем воде. Но в синаптических Евангелиях об этом говорится хорошо и что мы можем из этого понимать? Что мы помним о Йоханане, который погружал воде? Пожалуйста. Он был родственник первого свечения. Тот, который пришел и приготовил пути. Он был назарей. Что это? Что это? Что это? Что это? Он тот, которому отрезали голову? Бекцара. Бекцара. Мы знаем, что Йоханан Амакбил. Итак, мы знаем, что Йоханан, который погружал в воде. Он был довольно близкий родственник Йошуа. Он был примерно на полгода старше Йошуа. И он был назарей или, во всяком случае, его жизнь была близка к жизни назарей. И в Торе очень ясно говорится об назарейском. Такие люди должны были удаляться от обычной жизни. Они обещали перед Богом, что они берут для себя назарейство. И во время Йоханана, историки так говорят, что была группа, религиозный сектор, которые называли Исей. И они жили в районе Мертвого моря. Они, как правило, не женились. Были там и мужчины, и женщины. И они очень были... строгими в исполнении заповеди Торе. И образ жизни Йоханана, он очень близок к тому, что мы читаем в описании текстов свинков мертвого моря. И еще, чему мы научились из предыдущих Евангелий. И Иешуа сравнивает его с Ильяо. И некоторые говорят, что это своего рода инкарнация Ильяо. Я не верю в инкарнации. Но я хочу сказать, что Йоханан был метафкет в сигнуме, как Ильяо. Но можно говорить о том, что он исполнял функцию Ильяо. Он был такой крайний взгляд. И Бог послал его с тем, чтобы Бен Иешуа перенести, чтобы приготовить ему пути. И все знали, все ожидали в народе, что прежде чем придет искупитель Машиах, должен прийти Ильяо, который предварит и приготовит ему пути. И там написано, здесь написано, что он не был светом сам, но он был призван для того, чтобы свидетельствовать о свете. И еще два стиха, и мы на этом закончим. Это не похоже на то, что мы делаем сегодня на обычную проповедь. Это как изучение. Но я верю, что когда мы вместе сидим и изучаем Слово Божье, это делает что-то великое внутри нас. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. И вновь мы сталкиваемся с глобальным провозглашением. И если вы будете прислушиваться только к моим словам, которые я лично в качестве интерпретации говорю к этим словам, то это сильно принизит полноту текста, который мы читаем. И в этом важность того, что вы должны читать сам текст, сам оригинал, и чувствовать, что этот оригинал в своей личной памяти. Потому что Йоханан писал это с целью, чтобы вы чувствовали это своей душой. Что Йошуа – это истинный свет. И он пришел от Бога осветить каждого человека. И если мы думаем о себе как о верующих, вот мы верующие и только мы ходим в свете Йошуа, то это ошибка с нашей стороны. Потому что здесь написано, что Йошуа пришел осветить всякого человека. И для меня я вижу в этих словах как приглашение для ходатайства. Господь, если эти слова, если свет Мессии должен был, и он призван осветить всякого человека, то вот мы сейчас надавимся о том, что это реально произошло на земле. Но у тебя может быть другое понимание, другое чувство, когда ты читаешь эти слова. И ты можешь и молиться, и следовать в соответствии с моим пониманием. Неделю назад, в неделю на чтение вы читали, мы говорили о том, что заповедь важно не только исполнять, что это действительно важно, но важно ее и слышать. И здесь мы слышим слово. И это слово, которое мы слышим, оно призвано в нашей душе произвести какое-то действие. Я хочу прочитать, что я не слышу. Хубар эль шелло, и эле ашерло лё киблото пришел к своим, и свои его не приняли. Альману дубарто. О чем здесь говорите? Да не дума дубарто. Скажите ваше мнение. Он пришел к своим творениям и творениям и не приняли. Он пришел как мессия к чаянии еврейского народа. Он пришел как мессия к Израилю, и он не принял. И Израил его не принял. Он мог шевот. Что еще? Ну, каила, бон ахшотца. Ну, община, давайте подумаем. Он пришел к своим, и эти свои они его не приняли. Вы знаете, я несколько раз был в Корее. И это как факт, что 35% всех корейцев они верующие. И считаете, что Корея это самая верующая страна во всем мире. Может быть так оно не есть. Но в соответствии с историческими фактами, мы можем легко увидеть ситуацию Израиля в первом веке. Если мы читаем «Деяния апостолов» 21 главу, есть там очень интересный рассказ. Там есть очень интересный рассказ. Шавиер Шаул хозер в Иерусалим и апостол Павел Шаул возвращается в Йерусалим после его странствий по полуре Европы. И апостолы берут его с собой в храм, и они ему говорят «Смотри, десятки тысяч учеников имеется в виду Иешуа, и все они ревнители закона». Они все ревнители закона и они все ученики Иешуа. Ревнители закона, религиозные. И на русском написано «тысяч». Но на греческом написано «мириадос». И это слово означает «десят десять тысяч». То есть «десятки». А «срод» – «зематхидми Исременев». А «срод» – «десятки» начинается с двадцати тысяч и дальше. Сколько дальше мы не знаем? А «историон» – «харишон шел Кенесия». Первый историк церкви. Он утверждает, что в Иерусалиме первого века было около сорока тысяч верующих Иешуа. И в то же самое время Иосиф, который мы знаем как Флавий, он свидетельствует о том, что в это время примерно в Иерусалиме было пять тысяч фарисеев. То есть сорок тысяч учеников Иешуа и пять тысяч фарисеев. А весь Иерусалим примерно был сто пятьдесят тысяч человек. Вы понимаете, о чем это говорили? Каждый четвертый в Иерусалиме тогда был учеником Иешуа. И каждый двадцатый был Паруш в Парусе. Сегодня плюс-минус двадцать тысяч верующих учеников Иешуа в Израиле. Вы знаете, что смешно? Вы знаете, сколько хасидов и хаббатников есть в Иерусалиме? Пахот Мишлан. Они поясняют, что их число меньше, чем в Иерусалиме. Но они соединены, и они как бы вадимы одним духом, и они делают гораздо больше шума, чем мессианские евреи. Но что мы учим здесь во первом столетии? 30% всего населения Иерусалима. При том, что надо понимать, что в Иерусалим была особенно твердая аудитория там, и особенно сопротивлялась учению Иешуа. Потому что они пренебрегали, скажем, в Галиле, и она была типа, Иерусалима и Иерусалима. Так вот, среди такого твердого населения в Иерусалиме 30% было ученики Иерусалима. А в Галилее? А это история. Так историки ей говорят. От 50 до 70% населения были верующими в Иерусалима. Гораздо больше верующих, чем сейчас есть процент в Корее. Может быть, у них не было много споров, он бог, не бог. Они не очень мне вообще занимались этим. Они верили в то, что рука Всевышнего послала Его. И Он пришел произвести действие. И Он преуспел свой действие. И через близкое время, через короткое время, Он вернется для того, чтобы принести свое Царство сюда на землю. Но что мы здесь читаем? Мы читаем, здесь написано, Он пришел к своим, Своим он не принял. Почему? Чуть ли не половину народа уверены в него. Но здесь написано, что Его не приняли. Как это скушать и проглотить? Есть разные варианты, как это сделать. И я, Леон Мазин, понимаю так, как я понимаю. Что у Бога есть требование к Израилю. Особенное требование к Израилю. Что весь Израиль должен спастись. Его не устраивает 30 или 50, или 60, или 70 процентов. Его интересует только 100 процентов. И если эти 100 процентов Бог не нашел там, Он пишет, Свои не приняли Него. Но пророк Исаия, Исаия, пророчествует таким образом. Что весь Израиль будет праведен, и все израильтяне следуют делу. И Рав Шауль, апостол Павел, в 11 главе Кремле, он говорит так. Весь Израиль спасется, потому что из Сиона придет избавиться. Послушайте, у нас есть очень большая надежда. И мы желаем всего доброго народу корейскому, китайскому и всем другим народам. Но есть самое великое видование, которое изводит от самого Всевышнего. Что весь Израиль спасется. И мы как пионеры в современном движении. И мы все еще, наверное, слабы. Но когда придет Дух Всевышнего, то один сможет быть свидетелем в десяти тысяч. Я очень верю, что однажды это случится. И сегодня мы должны как бы напитаться, впечатлиться от этих слов. И в вере продолжать наше вхождение пред Всевышним. Этим я хочу закончить. И хочу молиться, пожалуйста, давайте привстанем. Я молюсь о том, чтобы через Евангелие от Йоханана ты говорил к нам. И чтобы ты принес плоды Духа. Сделай нас открытыми твоим условиям. И сделай нас послушаем твоему водительству. Я молюсь сейчас о всей нашей общине. Помоги нам принести много плодов. Я молюсь сейчас о каждом верующем в земле Израиля. Сними с нас страх. Сними с наших ограничений. Дай нам открытость к Духу Святому. И ты введи нас своей любовью. Чтобы нам быть свидетелями и искупителя нашего Ишуа. Я молюсь во имя Его. Аминь. Я хочу попросить. Когда вы вернетесь домой. И всю эту неделю, которая перед нами. Чтобы вы почитали то, что мы сейчас говорили. И дальше на следующую неделю. И дальше пофей, который мы читали. И вновь перечитали Евангелие от Иохана. Чтобы нам вспомнить. И когда мы говорили здесь, что это было. Говорим к нам. И сейчас хочу проспросить благословение Аарона. и дальше кофе, и все остальное. Пожалуйста, помогите нам с... И те, которые хотели бы пройти водное погружение, пожалуйста, на детективе. Субтитры создавал DimaTorzok